Музыка Тюкалинск, стадион юности. Торжественная церемония открытия 45-го областного спортивно-культурного праздника Королева спорта 2015. Именно этот небольшой, но очень зеленый и уютный городок на несколько дней превратился в столицу омского сельского спорта. Около 1200 атлетов из всех 32 районов региона приехали сюда для того, чтобы стать частью яркого праздника, подарить радость многочисленным болельщикам, встретиться с друзьями и, конечно же, выявить лучших из лучших на беговых дорожках, футбольном поле, волейбольной площадке, везде, где разыгрывались медали областной летней спартакиады. Зрители, собравшиеся на трибунах, стали свидетелями парада команд-участниц, красочного въезда королевы, хозяйки праздника и подъема флагов соревнований. Ну а кульминационный момент церемоний, конечно же, зажжение факела Тюкалинской королевы спорта. На стадион его доставила группа колоритных байкеров из мотоклуба «Свои». Ну а честь зажжения была доверена самому знаменитому спортсмену-уроженцу этих мест, заслуженному мастеру спорта по тяжелой атлетике Владимиру Смарчкову. Сегодня на стадионе стоят спортсмены, потомки тех, кто начинал эту королеву, дети, внуки. И каждый из них, и каждый из нас сегодня достойны того, чтобы занятие спортом прославляло наш омский регион и Тюкалинский край. Уважаемые спортсмены, я хотел бы вам сегодня пожелать достойных побед, хороших соревнований и, конечно же, побед на перспективу. Я сегодня понимаю, что здесь стоят будущие олимпийские чемпионы. Наши сельские спартакиады действительно подарили Отечеству и миру сразу нескольких олимпийских чемпионов. Велосипедистов Геннадия Комнатова из села Желанное Одесского района и Сергея Шелпакова из Исселькуля. Биатлониста Владимира Барнашова из деревни Рязаны Муромцевского района. И баскетболиста Ивана Дворного, родившегося и выросшего на москалянской земле. А сколько еще чемпионов мира и Европы начинали свой путь на омских королевах спорта и праздниках Севера. Вполне возможно, что и юные атлеты, впервые в своей карьере, вышедшие на старт именно здесь и сейчас, в Тюкалинске, в начале июля 2015-го, со временем шагнут с этого стадиона на пьедесталы самых представительных международных турниров. Ну а у зрителей и эти четыре дня, наполненные яркими спортивными баталиями, и эта красочная церемония открытия навсегда останутся в памяти, как что-то действительно яркое, красивое и доброе. Их мнение очень точно выразила вот эта местная жительница. У меня вообще слов, слов даже нет. Это настолько красиво, настолько великолепно. Мне кажется, я в своем Тюкалинске впервые такое встречаю и очень рада, что я сюда попала. Честное слово спасибо всем, кто подарил Тюкалинцам такой замечательный, прекрасный праздник. В рамках одной короткой программы невозможно рассказать о перипетиях соревнований по всем 12 видам спорта, прошедших на Тюкалинской земле. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию лишь некоторые из самых ярких мгновений этих летних дней. В легкой атлетике на областной сельской спартакиаде «Королева спорта» разыгрывается наибольшее число медалей. Она является обязательным видом программы для всех 32 районов. Участие в ней принимают больше спортсменов, чем в любом другом виде. И победит здесь наиболее престижно. В последние годы в сельской легкой атлетике моду диктуют спортсмены из Таврического района. Им нет равных в большинстве беговых видов, в том числе эстафетах. В этой команде отчетливо прослеживается преемственность поколений, когда на смену опытным спортсменам приходит талантливая молодежь. У нас много районов, которые достойно сейчас выступают, на высоком уровне выступают. Конкуренция есть. Просто тренера у нас замечательные, дети у нас замечательные, воспитанники. Ну и, скажем, в нужный момент умеют сконцентрироваться и показать свое лучшее время, свои лучшие результаты. Татьяна Шандра еще пару лет назад сама блистала на беговой дорожке, а сейчас на королеве спорта побеждают ее преемники. В легкой атлетике в беговых видах существуют возрастные разделения спортсменов. Так вот, таврические спортсмены уверенно выступили в Тюкалинске как во взрослой, так и в юношеской категориях. У молодежи особенно ярко проявила себя на дистанции 800 метров Анастасия Рауш. Некоторое волнение после дистанции еще не прошло. Ну, все равно как-то победа, это как-то, я не знаю, как праздник, знаете, для нас, для спортсменов, это как праздник какой-то. Первое место, второе, третье. Безусловно, одной из главных героин праздника королева спорта Тюкалинск-2015 стала Татьяна Лубнина. Она переставала на самых престижных спринтерских дистанциях. Причем преимущество таврической спортсменки над соперницами на 200 метровке было просто подавляющим. Уровень такой, что я знаю соперников и знала, что я могу выиграть. Ну и, собственно, за этим и ехали сюда. А в чем секрет такого вот успеха? Не знаю, в ежедневных тренировках, в труде, любовь к спорту, к своему делу. Если в беговых видах программы на 45-й королеве спорта преимущество таврических легкоатлетов было ощутимым, то в секторе для прыжков победили представители других районов. И селькулец Александр Зухов уже по многолетней традиции улетел дальше всех у прыгунов в длину. Подниматься на верхнюю ступень педестала почета Александру еще не наскучило. Здесь у нас атмосфера такая на королеве спорта отличается от всех других соревнований. Во-первых, много видов спорта представлено. Встречаемся с знакомыми, общаемся, и атмосфера такая доброжелательная. Поэтому здесь легко выступать, нет никакой такой дополнительной ответственности моральной, с одной стороны. Но с другой стороны, не хочется подводить район, потому что тут результаты командной борьбы имеют большое значение. Поэтому и расслабляться некогда. Но особым украшением легкотлетической программы на королеве спорта в Тюкалинске стали моменты, когда судьбу медали трудно было предсказать, и победа вырывалась на последних метрах дистанции. Именно так выиграл в восьмисотку спортсмен из Кормиловки Олег Новожилов. Начало у нас на 400 метров как бы сильное было. Ну, по времени точно я сейчас не скажу, потому что там тренер отсекал. Ну, как бы начало было очень такое, ну, довольное начало. Ну, за 200 метров пришлось разбираться, толкаться, где-то что-то как-то по правилам все, конечно, было. Ну, последние 100 метров решились. Команда Корбинского района, за которую выступал Олег Новожилов, лег атлетики сумела занять второе место вслед за Таврическим районом. Третьими стали тарские спортсмены. Некоторые участники соревнований установили свои личные достижения. Новая дорожка на Тюкалинском стадионе «Юность» оказалась быстрой. Тюкалинск – родина самого титулованного штангиста Омской области Владимира Сморчкова. Заслуженный мастер спорта, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, экс-рекордсмен планеты любит вспоминать, что первую значимую победу в своей жизни он одержал на областной спартакеаде королева спорта. Было ему тогда 14 лет. Прославленный спортсмен давно не выходил на помост, но пропустить сельскую олимпиаду в Тюкалинске Владимир просто не мог. Решил своим выступлением порадовать земляков и тем самым закольцевать свою богатую на события спортивную карьеру. Уже не пару лет даже, а четыре года уже прошло. И поучаствовать решил, поддержать район. Ну, как бы я вообще не тренировался, особо не готовился к соревнованиям. Но, тем не менее, соперники достаточно сильные, заставили подойти к серьезным весам. Владимир Сморчков одержал уверенную победу, которая, правда, не помогла его родному району занять первое общекомандное место в тяжелой атлетике. Тарские штангисты в большинстве весовых категорий оказались сильнее соперников и по праву уже не первый год стали чемпионами сельской олимпиады. А вот в шахматах на Королеве спорта в нынешнем году произошла смена лидера. Впервые в историю победу в этом виде программы одержали спортсмены Большереченского района. До последнего тура их преследовали шахматисты из Кормиловки. Но после победы на третьей доске Вадима Григорьева большереченцы отпраздновали долгожданный триумф. Кроме Вадима Григорьева в составе чемпионской команды выступали Николай Тулев, Любовь Марченко и Анатолий Ларионов. «Было много моментов таких нервных, где команды конкуренции была к Кормиловке и Большерече. Вот в некоторых матчах нам приходилось туго и счастье спортивное. Могло ничью сыграть или выиграть матч. Вот, ну, впервые Большерече заняло первое место. Впервые мы не проиграли ни одного матча. Выиграли, так, пять матчей выиграли, две свели в ничью. Ну, то есть чисто заняли первое место». Не менее острая конкуренция за первое общекомандное место развернулась и в греко-римской борьбе. Вообще этот вид программы на королеве спорта один из самых зрелищных. И турнир в Тюкалинске не стал исключением. Многочисленные зрители, собравшиеся в местном дворце спорта, увидели много красивых схваток с обилием эффектных приемов. В итоге третьими стали оконечниковские борцы. На втором месте спортсмены из Одесского района. Победу одержали москалинцы во главе со своим лидером, призером перейства Европы Яслямом Сагатбековым. Борцы классики из этого района становятся чемпионами на королеве спорта уже не первый год. «Доеду секретов никаких. Просто надо тренироваться, больше времени уделять любимому делу, любимому виду спорта. И все. И делать то, что умеешь. Уровень достаточно высокий в этом году собрались. Почти все конкуренты здесь. Как бы борьба интересная». Тюкалинцы, на королеве спорта, прошедшие в их городе, сумели на всех площадках, где проводились состязания, создать неповторимую праздничную атмосферу. Каждая схватка борцов или взятие веса штангистам сопровождались овациями. И не в последнюю очередь, поэтому соревнования столицы сельской олимпиады 2015 года прошли ярко и интересно. Неподалеку от оживленной федеральной трассы Р-402 Омск-Тюмень собрались ценители драйва и скорости. Несколько десятков гонщиков, как совсем юных, так и умудренных опытом ветеранов, приняли участие в соревнованиях по мотокроссу. В числе фаворитов по традиции. Омский, Азовский, Тюкалинский, Калачинский и Называевский районы. Всего же гонщики из 12 команд вступили в спор за награды одного из самых зрелищных видов сельской спартакиады. Лидеры менялись каждый заезд. Посмотреть было, на кого и на что. Среди гонщиков победители и призеры не только всероссийских, но и международных турниров. Подрев моторов и клубы дыма, покорители железных коней преодолевают дистанцию. Кто-то делает это с блеском, кому-то, что называется, не судьба. Техника есть техника, она порой подводит. Лучший баланс между надежностью байка и мастерством в классе мотоциклов с коляской сумели найти представители Таврического района Иван Долженко и Илья Смагин. Честно говоря, на лесах сейчас скорее усталость, чем радость считается. Усталость есть, все есть. И счастье, и радость. Все и присутствие. Что первое сейчас на душе у вас? Главное добрались, живы, здоровы. Насколько сегодня сложная гонка получилась? Ну, ни одной легкой гонки у нас не было. Все в сумме, если сложить работу механиков, тренеров. Наш труд с напарником. Все это, победа, достается вот таким одним коллективным трудом адским. Для вас важно, что это не только вот ваша личная победа, но и очки в копилку района, вообще командную победу. Да, конечно. Как бы очки в команду это всегда важно. Более на зимнем празднике мы вроде как ехали, и первый мотоцикл подводил. Тут хорошо, что мотоцикл. Короче, все четко, классно. В командном зачете сильнейшими в итоге стали местные гонщики. Браво, тюкалинцы. Второе место у мотокроссменов из Омского района. Замкнули тройку лидеров азовчане. Сегодня прекрасная погода для мотокроссменов. 12 команд, но интрига была в каждом классе. Пять команд, которые ведут всегда борьбу. Они, конечно же, боролись между собой. Но сегодня удивили тюкалинцы, которые и построили трассу, подстроили, будем так говорить, сделали. Сегодня в каждом классе они на тройке пьедесталах. И победители есть, и все. Я думаю, что сегодня хозяева где-то, пока не буду говорить, секретариат считает, но в лидерах. Остальные наши команды. Омский район, Таврический район, Азовский немецкий национальный, Калачинский. Ребята менялись. Но интрига была в каждом заезде. Менялись лидеры. И сейчас как раз тройку в третьем местах в некоторых классах невозможно определить. Огромное количество болельщиков, прекрасная трасса. Поэтому все прошло на достойном уровне. Будем награждать чемпионов. Ну и самый зрелищный вид спорта, который собирает всегда огромное количество болельщиков. Поэтому всегда спортсмены в тонусе, готовы проводить дальше. Волейбол – настоящее украшение королевы спорта. Соревнования по этому виду, пожалуй, самые яркие в прямом и переносном смыслах. Какие страсти кипят на площадке и вокруг нее. Это несмотря на то, что финальные матчи в Тюкалинске из-за непогоды были перенесены под крышу. В спортивных залах, где проходили решающие встречи волейбольного турнира королевы спорта 2015, яблоку негде было упасть. Болельщики потрудились на славу. Их спортсмены ни на секунду не оставались без поддержки. У Жещин, как и в прошлом году, в Черлаке в матче за первое место встретились команды Селькульского и Русскополянского районов. Несколько лет в омском сельском спорте продолжалась эра и селькульских волейболистов. На последних королевах спорта у них только менялись соперницы по финалу. Но одно оставалось неизменным. Сильнее оказывались представительницы именно этого района. В Тюкалинске эта традиция была прервана. Об упорном характере финального матча женского волейбольного турнира свидетельствует счет в двух его партиях 26-24 и 32-30. В итоге впервые в истории победу со счетом 3-1 одержала команда Русско-Полянского района. В Том году мы были вторые. Опять в Селькуль трехкратный чемпион. И, конечно, очень хотелось. У нас уже в команде очень много девочек, которые уже родили. Мы боимся, что это может быть последний. Потом уже были только одни девочки помоложе. Поэтому, можно сказать, это был последний год наш. Поэтому мы очень рады. Меня радует не только эта победа, само собой она важна, но радует то, что в команде много молодежи. Очень много. Всего там у нас один человек, которому 30 лет. Остальные 18-17 лет. Ну и за счет огромного желания, естественно. Ну и за счет работы предварительно, что была проведена. Ну самое главное спасибо девчонкам. Это огромное желание. А вот у мужчин на волейбольном турнире в Тюкалинске упорной борьбы не получилось. Слишком велико преимущество над всеми соперниками было у дружной и сбалансированной команды Омского района. В финале омские волейболисты очень уверенно обыграли полтавчан. 3-0. Были хорошие игры с Силькулем, например. Была упорная борьба, мы там 25-24 даже было. Одну партию мы проиграли Щербакулю. А так очень хороший уровень в области волейбола. У нас просто, как бы я уже говорил, сплоченная команда, хороший коллектив. Постоянно ребята тренируются. Вот подъезжает Александр у нас, игрок постоянно играет в Суперлиги, приезжает за нас, сыграет. За это ему тоже огромное спасибо. Александр Гочаров в прошедшем сезоне выступал за команду Суперлиги Грозный. Безусловно, присутствие на площадке в Тюкалинске такого мастеровитого волейболиста сыграло свою роль в победе Омского района на королеве спорта. Хотя, как известно, в игровых видах спорта один в поле не воин. Я приезжаю сюда отдохнуть больше, наверное, поиграть в свое удовольствие, ну и встретить друзей, команду, пообщаться с людьми, которых я долго не вижу, потому что не живу здесь. Вот есть друзья, но есть еще что-то больше. И вот поэтому мы и выиграем. У нас вся команда. В ближайшие годы для того, чтобы свергнуть Омский район с вершины педестала в мужском сельском волейболе нашего региона, другим командам предстоит очень постараться. Позиции омских волейболистов выглядят на сегодняшний день незыблемыми. Но на огромном интересе болельщиков к этому виду на королеве спорта, где бы она ни проходила, такое положение вещей вряд ли отразится. Всегда грустно, когда заканчивается праздник, но без горечи расставания не было бы и радости наустричь. Торжественная церемония закрытия, время подведения итогов. Бронзовые награды 45-й королевы спорта их обладатели увезут в Иссельку, столицу предстоящего праздника север. На второй ступеньке педестала спортсмены из Азовского района. Многократные победители этого праздника последних лет. Немножко осадок, что кого-то не выполнили поставленную задачу. Но второе место почетное. Ну, немножко планеты сложились, звезды. Так что, ну, немножко не дорабатывали. Я думаю, это стимул для дальнейшей работы и анализа прошедших своих, всех соревнований и всех своих недочетов. Ну, а как думаете, в каких видах спорта вы не добрали свои очки, на которые планировали? Спортивная семья, конный спорт и легкая атлетика. Первое общекомандное место в непростой борьбе завоевала сборная Омского района. Амичи стали чемпионами праздников в спартакиаде-школьниках, в стрельбе, в мужских турнирах по волейболу и баскетболу. Завоевали серебро в мотокроссе, бронзу, в футболе и соревнованиях спортивных семей. Омский район участвовал в 19 видах программы и в 17 попадал в 10 кубочках. В чем рецепт победы, в чем ее секрет? Я думаю, в команде, потому что каждый спортсмен вложил частичку своей души, отдал все свои силы для общей одной победы. В какой момент вы уже почувствовали, что победите, что уже не азовчане, никто вас не догонит? Сегодня утром. Ну, мы всегда боремся и с Азово, и многие команды, если посмотреть турнирную таблицу, многие команды, действительно, шестерка была очень упорная, а тройка там вообще очко в очко шли все. И постоянно считали, и до последнего вида, до мужского волейбола, когда он пока не закончился, особо мы и не знали, как бы, итоговое место. Ну, потом, мы шли к этому долго, заслуженно победили, надеюсь. Спасибо нашим соперникам, команде, соперникам команды, потому что мы не смогли бы такой результат показать, если бы они нас не поджимали в других видах спорта, скажем так. Выступления ваших спортсменов в каких видах вас особенно, может быть, порадовали или даже приятно удивили? Очень порадовали. Мужской волейбол, баскетболисты ребята тоже молодцы, мотокросс выложились на 100%, стрелки не подвели. В общем, все молодцы, все внесли свою лепту в эту победу. Вот и все. Знамя королевы спорта от команды тюкалинцев передается представителям Горьковского района, которому выпала честь на следующий год принимать у себя этот фестиваль спорта и хорошего настроения. Сельские спартакиады продолжают, все шествия по омскому приертышу, даря радость сотням тысяч наших земляков и сплачивая их вокруг идеи спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова